Мы увидели, что, оказывается, главный удар наносится куда? Вот человек, вот его ум, вот его сердце, вот его тело. Так? Я беру три составные части. Куда удар наносится этого дьявола? На что прежде всего он рассчитан? Куда? В сердце, как чувствующий орган, как тот орган, в котором содержатся все источники наших, я выражусь таким лёгким словом, эмоций. Если хотите переживаний, наших страстей, здесь надо заразить человека всеми гадостями. И тогда никакой ум ничего не поможет. Ум будет брошен под ноги в грязь. Главное заразить вот этими вот страстями, вот этой дьявольщиной. Мы же должны твёрдо... должны просто знать, что Всемирная масонская организация своим основным девизом имеет всего три слова. Разнуздать, чтобы взнуздать. Всего три слова. Коротко и ясно. Никаких не может быть разночтений. Абсолютно всё ясно. И смотрите, нам в школу вводят валеологию. Дети ещё ничего не понимают, а им уже внушают. Они ещё не доросли, даже ничего не знают. Их уже развращают. Что против этого, опять повторяю, что мы можем противопоставить всем этим гадостям, этой дьявольщине? Я не вижу ничего другого, как только, во-первых, знание православия. О чём говорит другая сторона, если хотите? Мы должны увидеть, какая красота, как идеал преподносится в православной вере. Как она, эта вера, смотрит на человека не как на скотину, а как на образ Божий. Тот образ Божий, который предназначен быть, если хотите, Богом, пусть с маленькой буквы, но Богом. Вы, Боги и сыновья Вышнего, все вы. Человек предназначен быть эталоном красоты. Как об этом говорил уже Макарий Великий, Макарий Египетский, который называли уже земным Богом. Он говорил, я не видел ни на земле, ни на небе такой красоты, как красота души человеческой. Красота души человеческой. Все те, кто соприкасались в какие-то моменты своей жизни, вот с этой красотой, какой-нибудь красотой, неважно, они всегда были поражены, потрясены, не могли оторваться. Я помню, как в одном месте нам, я помню, в Африке показал один удивительную долину. Долину. Я был просто, ну невозможно оторваться и всё. Кажется, впитал бы, взял бы с собой, чтобы не забыть это. Это что-то потрясающее. Красота пленяет помимо всего вот эта красота образа Божьей присутствует в человеке. Так вот, христианская православная вера даёт, во-первых, правильные устои человеческой жизни. Она даёт возможность сохранить эту красоту в нетленности, отбросить все эти наросты, которые у нас вырастают и которыми нас загрязняют со всех сторон. Православные, во-первых, надо понять, понять, это очень важно. Знаете, просто понять, что такое православная вера. Знать немножко, о чём она говорит. Не эти стандартные вещи, знаете, подчас сладкие, такие благочестивые словеса, от которых иногда может, простите меня, даже тошнить. А понять нужно православие, что оно такое по существу действительно. Это первое необходимое. Надо поинтересоваться своей верой. Чем жили наши отцы? Чем жили наши предки? Почему была такая красота? Откуда такая потрясающая культура? Где, где истоки его? Вот это прежде всего необходимо. Второе. Конечно же, конечно же, нужно сам процесс воспитания в семье должен строиться на началах этой веры. Именно на этих началах. Скажу, что это, конечно же, непросто. Это непросто. И знаете, почему непросто? Совсем не потому, что дети плохие, а потому, что мы никуда не годимся. А родители никуда не годятся. Я всегда уже просто начинаю возмущаться, когда мне говорят, что нам делать с нашими детьми? Я говорю, как даже вопрос зададут, что нам делать с самими собой? Яблочко от яблоньки недалеко катится. Когда мы при детях позволяем себе, себе Бог знает что. Когда мы ругаем своих знакомых, родных, с которыми только что улыбались и говорили. Когда мы показываем примеры лицемерия, лукавства, лжи, жадности той же и прочих всяких вещей, кого мы воспитаем, скажите, когда ведем себя так. Второй важнейший принцип. Если мы не возьмемся, если родители не возьмутся за себя самих, если они в семье не смогут показать, да, ты видишь, вот, тому же ребенку, ты пойми, тебе трудно, мне тоже трудно.